Всем привет! Мы сегодня приехали в Винницу. Кузя, 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 как дела? Что за порода у тебя? Кузя, Кузя, Кузя. У меня в руках тут мицеллярная вода, я хожу косметику смываю. Вчера ночью приехали, то я уже не в силах была смыть. К тете Люби мы приехали, к моей любимой тете Люби. Юля говорит, что нахуй меня не снимай в этих. Мы надели все, что тут было как бы в селе, потому что у нас вещи все чемодане, чтобы не затаскивать. И здесь тетя Люба занимается садоводством. У нее тут полный огород всяких вкусняшек. И давайте начнем с клубники. О боже, посмотрите, какая красивая клубника. Вот, посмотрите, какая большая. Большая клубника, привет! Какой кайф! Опа! Мне кажется, вкуснее, чем клубники из грядки. Нет ничего. Еще и с землей. Кузя, ты такой смешной! Не могу. А тут у тети Люба огурчики с помидорчиками. Боже мой! Огурки. Все с грядки. Смотрите. Патриотизм! Она у меня сначала была в кассе. А, в кассе? Да, в кассе. Боже, как хорошо пахнешь. Кто, куда, мы в Макдональдс. Мы не наелись голубцами петелюбинами с утра, да? С утра, кошмар. Голубцы? Ну, я так соскучилась за голубцами. Ой, как пахнет в Макдональдсе. Мне кажется, вот самый вкусный Макдональдс это в Украине. В общем, стандартный набор, когда я приезжаю в Украину, это самые вкусные пирожки с вишней на свете. Вот. Это просто жесть. Земляничка. Макдональдс Всем привет! Мы в Виннице уже. И сегодня встреча с подписчиками из Винницы. Сейчас мы едем в бутик Дресс Хаус. Там будут проходить встречи. Там я буду собираться, буду крутить волосы, наряжаться, делать макияж. Сама себе, да? Юля моя водила. ПИЦА! Всем привет! Сегодня я улетаю в Москву. Сейчас мы из Винницы должны поехать на маршрутке в Киев. Ехать нам примерно 3,5 часа. Это очень много. Я не знаю, почему маршрутка едет медленнее, чем поезд. Поезда не было в нужное для нас время, поэтому нам приходится сейчас ехать на маршрутке с чемоданами. Потом я сяду на скайбас, и мы поедем в аэропорт Борис. Я, в общем, представляете, пришла сейчас, можно сказать, в банк. Захотела я купить доллары, потому что у меня остались гривны. Дала свой паспорт казахстанский. Они не продали мне доллары. Без каких-либо внятных объяснений. И мне пришлось говорить своей сестре, чтобы она пошла и купила вместо меня. Я говорю, а гражданам Украины можно покупать? Да. Переживают, чтобы иностранцы не вывозили валюту. Да, чтобы валюту, да. Лучше это. Ты могла бы купить доллары, если бы у тебя осталась квитанция, что ты у нас их продала. Вот если бы ты пришла с этой квитанцией, то тебе бы продали доллары. Срекол, да? Продолжение следует...